Сотрудники прокуратуры возбудили дело по факту смерти подростка. Формулировка – причинение смерти по неосторожности. Но мать юноши не согласна. Она считает, что ее сына убили. Никита Нехорошков. Далее. Екатерина до сих пор не может поверить, что сына больше нет. Женщина нашла в себе силы побеседовать с журналистами. В тот день они с сыном Валерием пошли покупать ему кроссовки. Затем подросток в обновке ушел гулять. А через три часа ей позвонили и сообщили, что сын попал в драку. Екатерина прибежала на место и узнала, что Валерий мертв. Он был еще теплый. У меня была большая истерика. Я кричала, мне кажется, меня весь город слышал. Сегодня Следственный комитет Первоуральска возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего Валерия. Формулировка «Причинение смерти по неосторожности». На трупе смерть не носит его насильственный характер. И поэтому сейчас проверяются все обстоятельства, из-за чего несовершеннолетний скончался. Трагедия произошла 10 мая в роще на окраине города. Это вызвало большой резонанс в обществе. В соцсетях писали, что на подростка напала группа наркоманов. Завязалась драка и его забили до смерти. Следователи сразу опровергли эту информацию. Но мать Валерия уверена, сын погиб именно в результате драки. Там написали, что у меня ребенок умер якобы от токсического действия. Я с этим не согласна, потому что есть много свидетелей, что произошла драка. И я хочу доказать это. Екатерина намерена обратиться к независимой экспертизе. Женщина рассказывает, что сын не употреблял наркотики, занимался баскетболом и плаванием. И сам бы никогда драку не завязал. У следователей сейчас есть месяц на то, чтобы разобраться в причинах смерти. Пока все обстоятельства изучают судмедэксперты. Никита Нехорошков и Александр Захаров. Новости Первоуральск.